Илита Арксплюй Продакшн представляет Ошибка многих Само собой, я буду сравнивать с прошлой программой Во-первых, некоторые люди не распаковывали Всегда распаковывайте из архива программы Тем более, если здесь есть автообновление Программа не может автообновляться в архиве Это невозможно априори Распаковали, запускаем Вот сие творение, друзья мои Великолепные скрипты Полностью автоматизировано И все работает идеально И как ни странно, лучше чем было в оригинале То есть в самой доте Но опять же, вот вы видите, что У кого есть желание, можете поддержать мои проекты Как эту программу, так и другие программы Стримы и канал То есть реквизиты вы видите Это уже по желанию Я много всю свою жизнь писал программ Очень много и все они были бесплатные Может быть это моя ошибка Надо было писать платные Я не миллионер Ладно Что мы видим? Смотрите, друзья мои Самое главное, посмотрите видео до конца Чтобы у вас не было вопросов Чтобы не совершать ошибку При запуске, как обычно, программа будет проверять обновление То есть здесь есть автообновление Это очень удобно А потом Когда вы впервые запустили Самое важное Вы заходите на закладку бинды Здесь нужно поставить все бинды Как в доте То есть вы запускаете доту У вас есть бинды на 6 килов Там 1, 2, 3, ultimate Ставите здесь такие же бинды Также на предметы ставите все Здесь сейчас при старте стоят все бинды на автомате То есть которые были в доте по дефолту Там уже то, что вы изменяли под себя Вы вносите изменения здесь Еще разница с прошлой программой Arx.kt Там вся конфигурация сохранялась в отдельный файл Который был рядом с программой Но многие этого не понимали То есть до их мозга не доходило Что это за файл Некоторые, наверное, даже думают, что это какой-то Троян Я не знаю Здесь я сделал по-другому Здесь все параметры сохраняются уже в самой винде В реестре Так тоже работают многие программы Поэтому ничего лишнего создаваться не будет Все для вас Все, когда вы здесь настроили бинды Есть кнопочка активация Это активация скриптов Она будет у нас всегда на одну кнопку Но я говорю, лучше использовать как здесь Все по дефолту лучше всего То есть кнопочка G Мне так удобнее Я думаю, все так будет удобно Все эти параметры Они сохраняются именно при правильном закрытии программы То есть вы закрыли Все, все сохраняется Открываете, у вас все это будет На данный момент, друзья мои На данный момент у нас есть 4 героя 4, потому что я их сделал до своего отпуска После отпуска мы сделаем огромное количество героев И самое главное, друзья мои Здесь можно на каждого героя сделать огромное количество скриптов То есть, если раньше мы делали один скрипт Он был стандартный, универсальный под этого героя То здесь, например, если я сделал скрипт на феникса Мы сможем сделать разные скрипты на него То есть, например, основной скрипт Вторым скилом то же самое И скорпионом У него тоже 2 скрипта будет Но это я все покажу уже в самой доте Далее, смотрите Вы выбираете героя Выбираете героя У вас в программе всегда активная кнопочка Это вот запуска То есть, не важно, что вы делаете Вы можете там менять скрипты Но кнопочка всегда активна именно запуск То есть, через пробел можете Или нажатием Вот видите, я включил, выключил То же самое можно через пробел Это очень удобно Там вы меняете скрипт Например, я поставил шейкер Нажал пробел, запустился Еще очень важно, смотрите Меняя скрипты То есть, когда вы уже запустили программу То есть, включили активность Перезапускать не надо То есть, допустим У меня был скорпион У меня включен скрипт Я включил его Решил поменять Перезапускать ничего не надо Пускай он дальше так и работает Все нормально Также обратите внимание У некоторых героев Это в первую очередь относится к тем Кто работает через шифт Например, это скорпион То есть, нельзя сделать скрипт на скорпиона без шифта А приори не получится Поэтому здесь такая надпись появляется Выключите автоатаку героя То есть, это уже особенность самой доты Если у него будет автоатака Он просто скрипт сработает не до конца Он начнет просто бить врага Я в самой доте покажу Как выключать автоатаку Все, здесь мы вроде все разобрали Я вам сейчас покажу Скрипты на всех четырех героев То есть, мы это все с вами проверим Все, настроили бинды Настроили клавишу активации Или оставили все как было Ну, как обычно, здесь есть отправить отзыв Или ошибку Если вы найдете какую-то ошибку И выбрали героя Запустили Еще раз говорю Скрипт работает Когда здесь красная лампочка Нужно Выключили Включили Выключили Включили Выключили А, еще да Я сделал для вас, видите Миниатюру, друзья мои Чтобы вам было очень удобно То есть, здесь показывается Расположение предметов Чтобы вы просто не забыли Например, что на Энигму Здесь должен быть БКБ То есть, у нас всегда У нас всегда будет так Что Дискорд в первом слоте Даггер во втором Шива в третьем Это самый лучший вариант Как по мне Самый удобный И вот показывается Для какого героя Какие слоты нужны Вот, видите Например, для Скорпиона Вот так Раз, два, три, четыре Слотаться Надо Ну что ж Давайте Перенесемся в саму Доту И испробуем Все скрипты А, да Еще чуть не забыл Просили меня Добавлять проверку На вирусы Но, друзья мои Все на вашем экране Смотрите Ну, вы можете То же самое сделать Вирус Тотал Это очень старый сайт Я не знаю Сколько ему лет Но лет Наверное Семь или десять То есть, я знаю Его очень давно Это самый популярный Сайт на проверку Проверили Пятьдесят три Антивируса Пятьдесят три И только один оболсанный Никчемный антивирус Под названием Тот триста шестьдесят Что-то типа нашел Так вот Что же он здесь пишет Он реагирует На все приложения Которые написаны В Дельфе Я программирую В Дельфе То есть, он Даже если я сделаю Пустое окно Вообще пустое Без всего Или вообще Без окна сделал Он будет писать Это дерьмо Почему, друзья мои Почему он пишет Да А другие не пишут Потому что Этот антивирус Он оболсанный Понимаете Он Бесплатный Ему написали Два школьника Которые ничего Не умеют делать Я вам ответил На вопрос И как ни странно Да Почему-то У некоторых Моих зрителей Наверное У одного Два Из восьмидесяти тысяч Есть такой антивирус Представляете Ну По ошибке Видимо Случайно Поставили его Чисто случайно Только так могли Его поставить И они Могут подумать Ооо Что он пишет Такое страшное Нет, друзья мои Это все полная чушь Я вообще не знаю Как можно Это дерьмо Ставить Если есть Популярные Антивирусы Типа Касперского Там же вообще Просто Огромнейшая Организация Которая занимается Этим годами У меня самого Стоит Линцезионный Купленный Есть Есть Note32 Есть Опять же Встроенная От Майкрософт Есть Доктор Веб Тоже Антивирус Хороший Но кто-то Кто-то Ставит Обоссанное Дерьмо От Школяров Друзья мои Не делайте Этих ошибок Еще раз Говорю Что такого Не бывает Чтобы 52 Антивируса Сказали Что программа Чистая А один Обоссанный Сказал Что она Нечистая Так Проблема Не в программе А проблема В этом Антивирусе Который Ругается На все Подряд А вот Теперь Мы переходим В дотку Ну и еще раз Что я никогда В жизни Не стал Писать Вредоносные Программы Выкладывать Себя На канале Просто Бессмысленно Опс И мы уже В доте Так вот С самого начала Я покажу Как отключить Автоатаку Это нужно делать Не на всех Героев А только У кого Это пишется То есть Это герои У которых Челлендж Ультимейты Например Скорпион Там ЦМ И тому подобное Нажимаете Вот Стрелочку Переходите В настройки Ну вас будут На русском языке Думаю Опции И вот Самое главное Автоатака Ставите Никогда Чтобы вернуть Если вам уже Нужна будет Автоатака Вы ставите Второй вариант Все То есть Если вы играете Например за скорпиона Через скрипты Ставите Автоатака Никогда Иначе Вам будут Во время каста Во время использования Скриптов Вам будут Атаковать Если нужно вернуть Ставите стандарт Все Все очень просто Первый скрипт Первый скрипт У нас на шейкере Также вы можете Активировать скрипт В любой момент То есть даже Когда у вас Нету итемов Например У нас есть только Даггер Только даггер Я нажимаю Только одну кнопку Джи Все время Одна кнопка Все Вы видите Все идеально Все Он просто будет говорить Типа у нас Не хватает Итема Потом появляется У нас Какой нибудь Дискорд И шива Сейчас показываю Вам полный Проказ Как вам Все происходит То есть Мы нажимаем Джи Он прыгает Использует Дискорд Сначала Дискорд Потом Шиву Ультимейт Первый скил Второй скил Пробуем Вот вы видите Второй скил Самый долгий По кастованию Поэтому он должен Идти в самом конце Когда вы используете Уже скрипты Он сделал прокаст В конце он сделал Второй скил А потом уже Ударяете нужного Врага И убиваете Ну само собой Вы знаете Чем больше врагов Тем будет сильнее Дамаг Еще раз показываю Использование Просто нажимаю На одну кнопку Джи Опа Опа Все моментально То есть враги Из тана Не могут выйти Никаким Образом Еще раз Оп 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 Полностью Все автоматизировано И работает Лучше чем В доте Друзья мои Переходим К следующему герою Теперь Энигма Энигма Здесь тоже Все довольно просто Минус героя Что у него Долго идет Кастование Третьего скилла Допустим Я сейчас сделаю Через шифт Покажу вам Да Видите Пока она поднимает Руки Пока начинает Ультовать Проходит какое-то время И враг может среагировать Но это особенность героя Здесь у нас Вот Как происходит У нас проказ Сначала Используется БКБ Прямо на месте Чтобы нам не сбили Ультимейт Потом прыгает С даггера Использует Шиву Третий скил Потом ульту В прошлый раз Кто-то писал Про дискорд Дискорд Энигме Он не нужен Потому что у нее Нет магического урона Практически вообще Только кроме Первого скилла Третий скил У нее Чистый урон Ультимейт Чистый Дискорд Ей не нужен Показываю проказ Нажимаю одну клавишу G Опа Поехали Все Все очень просто Все очень просто Но враг В любом случае Не успеет среагировать Потому что происходит Грубо говоря Все за одну секунду Смотрим еще раз То есть прыгает Сначала БКБ Прыгает Шива Третий ульта Все У этого героя Можно не выключать Автоатаку Еще раз напоминаю Ну и давайте Сделаем последний разок Последний разок Не бей моих героев Не бей Не надо То есть вы играете За Энигму Опять же Можете не все предметы Собирать сразу Там только Даггеры иметь Уже проказ Будет хороший Дальше я посоветовал бы Собрать Еганим Который будет накладывать Третий скилл Еще раз Там будет колоссальный урон Все Опа И поехали Поехали Все моментально Одним нажатием Так 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 Феникс Или Файеникс Кому как удобнее Здесь все Довольно просто Нужно собрать Сначала Дискорд Потом собрать Шиву И как я обещал Да Эти скрипты Будут лучше Чем они были В доте У нас здесь Будут целых Два скрипта На феникса Первый Как обычно Мы используем Кьюшку Да Полет И в нужный момент Ультуем Но нам Самим Нужно кидать Второй скилл То есть замедлять Врагов Замедлять их Атаку Второй скрипт Там автоматом Он будет кидать Второй скилл Ладно Сначала показываю Обычный скрипт То есть Мы используем Полет И в нужный момент Я нажимаю G Все Феникс кидает Дискорд Кидает Шиву И ультует И заметьте Ульт происходит Идеально в том месте Да Чтобы враги К вам шли подольше Это очень удобно Еще заметим В доте Есть такой баг Тупорылый С Шивой Да И с Хидден Хиру То есть Герои Типа которые спрятаны Это как Пак Так и Феникс Во время Ультимейта У нас пропадает Анимация Шивы Показываю вам еще раз Но Шива работает То есть Я полетел Ультанул Видите Вы не видите Шиву Но Шива Вот она Она работает На врагов То есть Дамаг идет От Шива Но Анимации нет Потому что У нас Хидден Хиру Спрятаны Показываю теперь Вариант То есть Еще раз Давайте покажу Основной Это когда Вот сначала Я сам кидаю Духов Вот я кинул Духов Полетел Ультанул Все Все идеально Видите Просто Но лучше не сделать Понимаете Это самый идеальный Проказ То есть Это проказ На 10 кммр Сейчас показываю Второй вариант Это Когда у нас будут Кидаться второй скилл Автоматом Друзья мои Да Но Не забывайте Чтобы курсор был Где-то рядом С врагами То есть Куда Должен быть Кинут Второй скилл То есть Теперь я просто Нажимаю На полет Нажимаю G Видите Он кинул Своего духа Вот Дух кинут был И ультует Как вам А? Это уже 15 кммр в секунду Да 15 тысяч Ммр И все На одну клавишу Вы понимаете Да Все на одну клавишу Я надеюсь Что это сделает Вас профессионалами Вы будете Тащить игры И мне И другим Еще раз показываю Полет Нажимаю G Полетел наш дух Огненный Все Мы ультуем Просто Красава Хорошо И мы Переходим К последнему герою К последнему Все Последний Последний герой Последний герой Это Скорпион Сэн Кинг Как обычно Я уже вам сказал Что здесь скрипты Будут лучше чем раньше У нас здесь будут Два скрипта Первый Основной Он будет С подкопом Дра Друзья мои С подкопом Раньше Такое у нас не работало Второй вариант Без подкопа Сейчас я вам все покажу Как происходит Прокаст Здесь вообще Очень много Итемов Вы видите Сначала Кастуется БКБ Опять же Если у вас есть Если у вас есть БКБ Он кастуется Нет БКБ Посрать Значит без него будет Сначала Кастуется БКБ На месте Чтобы нам Не сбили Ультимейт Потом Он прыгает С даггера Нужное место Вы указываете Курсором Кастует Там Дискорд Кастует Шиву Ультимейт Подкоп Второй Скилл Огромный Прокаст Одним Нажатием Здесь самое главное Смотрите Напомню Что у вас должна быть Автоатака Отключена И самое главное Кастуйте Если вы используете Подкопом Скрип с подкопом Указывайте Именно на героя То есть не просто На точку На героя Если вы укажете Просто на точку То он делает Подкоп Пустое место И никого не заденет Поэтому старайтесь Указывать Именно на героев Показываю Нажимаю На клавишу G Кастует Ультимейт Видите Все Делает подкоп Все делает Автоматом Колоссальный Дамаг Колоссальный Дисвен 25 уровня Да Показываю Еще раз Смотрите То есть Опять Видите Вот я вам говорил Про шип Да Потому что Это челлендж Заклинание Оно кастуется Оно должно прокасываться До конца То есть в ультимейт Поэтому мы Здесь сделаем прокас Через задание Через шип Еще раз Смотрите внимательно То есть начинает кастовать Все Прыгает Дискорд Шива Подкоп И второй скилл Идеально Идеально Мастера позавидовали Ну и второй вариант Закрипта Это уже без подкопа Это как было раньше То есть Он все Ну делает то же самое Только Когда он использовал Ультимейт Он Уходит Уже во второй скилл То есть в бурю Первый скилл он не юзает Показываю вам Смотрите Здесь уже можно В любое место Атаковать То есть здесь не нужно Указывать именно на врага Потому что подкопа нету Делается для того Что вы могли выбирать То есть здесь уже Можете подкоп делать сами То есть вы ушли В инвиз Да И уже сами выбираете Или вам делать подкоп Или дальше сидеть в инвизе Там или уйти Из подкопа Или Ну продамажить Врагов Фух Все друзья мои Получилось большое видео Я постарался вам Все рассказать Все показать Опять же Отвечу на самый полярный вопрос Можно ли получить За это вакбан Невозможно Друзья мои Невозможно Потому что я не писал И не буду писать Чит программы Это не чит программы Чит программы Они вторгаются в процесс То есть это нарушение Даже закона Такая статья есть Да Которая меняет исходный код И тому подобное Это программа Это имитация Имитация нажатий пользователя То есть То же самое Что вот ты сейчас играешь Ты нажимаешь Там кьюшку Да Там даггер То же самое делает программа И невозможно Отследить Невозможно Сделала ли это программа Или человек То есть Или это человек Играет так хорошо Или эта программа Нажимает Отследить невозможно И не забывайте Что до сих пор Есть куча программ Которые меняют скины В доте И даже никто И не начинал их банить Да А хотя подумайте Что очень многие Ставят бесплатно скины И за это Вальвы несут Огромные убытки Да Вальва криворукий Им просто ссать Поэтому друзья мои Используйте на здоровье Советуйте друзьям Помогайте мне Развивать Кто может Материально поддерживать Видите что я для вас Стараюсь Все для вас Делаю И самое главное Напоминаю Что я иду В отпуск После отпуска Программа И это И арксдотка Будут дальше Развиваться И я Буду выпускать Множество скриптов На тинкера И на инвокера То есть там будет Огромный список Там на инвокера Да Там через такой прокаст Через такой прокаст Через такой прокаст И так же на тинкера Ну Удачи Всех люблю Субтитры сделал DimaTorzok